Не многие знают, но невзирая на то, что у неандертальцев был больше мозг, чем у Homo sapiens и они делали сложные инструменты, на данный момент нет достоверных находок, подтверждающих их способность к рисованию узнаваемых образов, в отличие от наших предков. Искусство представителей Homo sapiens можно встретить в виде ярких визуализаций животных и других фигур на скалах и стенах пещер. А это, по мнению учёных, влияет на эволюцию поведения. Ричард Кросс, почётный профессор психологии, считает, что координация рук и глаз, связанная с охотой, метанием копья и рисованием объектов в точных деталях, может быть одним из факторов, объясняющих, почему современные люди стали умнее, чем неандертальцы. Учёные, исследуя археологические данные, геномику, нейробиологию, поведение животных и доисторическое пещерное искусство, дополняют понимание антропогенеза. Хотя сам профессор и называет свои исследования новой теорией эволюции, пока нельзя считать какую-то одну группу процессов, единственной решающей в биологической эволюции. Однако теория гласит. Что Homo sapiens развили более округлые формы черепа и моторные области коры головного мозга из-за эволюционной гонки вооружений с более осторожной добычей, так как моторная кора объединяет визуальные образы и координацию движений. Сотни тысяч лет на территории Африки люди охотились на всё более шуструю добычу, развивая дальность броска орудий охоты. Что имело значительный эффект для выживания. Антропологи также считают, что броски копий с большого расстояния обезопасили охоту на более крупную добычу. Долгое время учёным было неясно, почему бегемоты и африканские буйволы настолько опасны для людей. Ведь другие животные, добывающие пищу рядом с ними, не вызывают такого беспокойства и агрессивного поведения, как человек. Также замечено, что зебры, обитающие вблизи селений, не позволяли к себе приблизиться человеку, в отличие от диких лошадей, на расстояние эффективное для поражения отравленными стрелами, которые использовали африканские охотники в течение как минимум 24 тысяч лет. А неандертальцы, покорявшие Евразию, в своё время пользовались толстыми копьями, чтобы с малого расстояния охотиться на оленей, лошадей, бизонов и другую крупную дичь, которая ещё не развила врождённую боязнь людей. Поэтому, по мнению учёных, неандертальцы мысленно представляли ранее увиденных животных, благодаря рабочей памяти, но они не смогли эффективно воплотить эти умственные образы в скоординированные наборы движения рук, необходимые для рисования. А ведь визуальные образы, используемые при рисовании, регулируют движение рук таким же образом, как охотники визуализируют траекторию полёта копья, чтобы поразить добычу. Предыдущие исследования Ричарда Косса были сосредоточены на искусстве и эволюции человека с использованием фотографий и фильмов для изучения рисунков и гравёр с животными, сделанными первобытными художниками от 28 до 32 тысяч лет назад в пещере Шове на юге Франции. Ричард Косс считает, что эти рисунки могли служить учебными пособиями для молодых охотников, поскольку процесс рисования усиливает навыки наблюдения. Возможно, эти рисунки были полезны для понимания и развития техники охоты, оценки внимательности и выбора уязвимых областей у добычи, а также в качестве выбора ролей каждого из участников группы. Вполне возможно, что рисунки заложили основу для культурных изменений, впоследствии которых появилась возможность делиться мыслями с другими членами группы, а это уже более высокий уровень коммуникаций между ранними людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова